Добрый день, дорогие друзья! Мы все привыкли, что Государственная Дума принимает множество бессмысленных, глупых и даже вредных законов. Так много, что следить за депутатами уже нет ни сил, ни желания никакого. В то же время, к сожалению, эти законы определяют жизнь 145 миллионов человек по всей стране. Поэтому обращать внимание на них все-таки стоит. Буквально на днях Дума приняла закон о запрете использования смартфонов военнослужащими. Под запрет попадают гаджеты с камерами и с доступом в интернет. Военнослужащие и призывники не смогут их использовать при ведении боевых действий, во время боевого дежурства и, что важно, при нахождении на территории воинской части. Не секрет, что один из самых действенных методов ведения современной войны – война информационная. Мы безоружены, пока наша информация должным образом не защищена от наших заинтересованных, в кавычках, партнеров. То есть закон принимается якобы для защиты военных секретов от наших врагов. А то, мол, нерадивый солдат снимет видео о новейшей ракете, да и выложит его в Фейсбук. Вот я сейчас это сказал, и какие-то воспоминания сразу появились. Как будто кто-то так уже делал. Кто-то брал видео новейших секретных разработок и показывал всему миру. А, точно, вот мы помним кто. Видео покажите, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Запрет на смартфоны в армии – это запрет на апелляцию к обществу. Военнослужащие по определению – одна из самых бесправных категорий граждан. Человек, принявший присягу, обязан выполнять приказы, в противном случае – трибунал и тюрьма. Жаловаться тоже особо некуда. Военная прокуратура – часть той же самой системы. Единственный шанс отстоять свои права в такой ситуации – это публичность. Или вы сомневаетесь, что в нашей армии могут нарушаться права? Общая численность военнослужащих российской армии – около миллиона человек. Из них 300 тысяч – это призывники. 300 тысяч человек, которые не только не могут пожаловаться, но и уволиться они тоже не могут, как контрактники. Впрочем, контрактники особо-то уволиться не могут тоже. У тех и других, в общем, нет особого выбора. Это ведь чьи-то сыновья, внуки, братья, племянники. Они должны исполнять свой долг. Они должны отслужить. Но отслужить – они отмучатся. И для этого у них должна быть возможность отстоять свои права. Вот представьте, что вам или близкому вам человеку целый год предстоит питаться вот таким образом. представили? И как вам? Хотелось бы это прекратить? А зачастую единственный способ прекратить – это сделать ситуацию публичной. А привлечь внимание сегодня можно только выложенной в интернет записью. Или вот, например, не повезло новобранцу с сослуживцами. И перед ним выбор – постоянные унижения и побои или дезертирство и трибунал. Вы хотели бы добавить ему еще одну опцию? Вот, например, выложить видео в сеть. А депутаты и генеральское лобби не хотят. Вы ведь понимаете, любая проблема военнослужащего, унижение ли со стороны старших по званию, тухлая еда, дедовщина – это ведь чье-то преступление. И преступники не хотят выносить ссоры из СБ. Им проще запретить смартфоны и лишить тысячи военнослужащих последнего законного способа защиты. Так вот, им это проще сделать, чем навести в армии порядок. Еще раз, запрет смартфонов в армии – это и правда борьба с разглашением информации, но не секретной информации, а с разглашением информации о нарушении прав военнослужащих, с разглашением случаев воровства и профнепригодности военного начальства. И мое мнение однозначно. Возможные случайные утечки через соцсети каких-то там секретных сведений – это гораздо меньшее зло, чем закрытость армии. Подобными запретами наши законодатели приравнивают военнослужащих к заключенным. Вот вы думаете, что администрация колоний борется с мобильными телефонами? Нет, это совсем не так. Реально и бескомпромиссно они борются именно со съемками. А телефоны иногда даже поощряют. Телефон у зэка – это вещь для администрации в целом выгодная. Предотвратить использование телефона в незаконных целях при желании несложно. А вот болтовня заключенных с волей, сдатся с потрохами, только успевая записывать. Но вот камеры в смартфонах – вот это да, проблема в тюрьмах, особенно для администрации. Ведь больше всего администрация боится публичности. Пресс-хаты, поставки алкоголя и наркотиков, издевательства над зэками и несоблюдение режима – одно видео, и почти любой начальник колонии лишится места или пойдет под суд. И вот власти делают армию ещё чуть более похожей на тюрьму. Это несправедливо и это унизительно для сотен тысяч контрактников и призывников. Совсем недавно вся страна отмечала 30-летие окончания афганской авантюры. Вы ведь знаете, что заставило Политбюро вывести войска из Афганистана. Советское руководство увидело, что общество больше не намерено мириться с нарастающим потоком груза 200. Это ответ на вопрос, как заставить власть перестать считать военнослужащих бесправными рабами. Это гласность. Всего хорошего и до новых встреч.